Рекламно-информационная программа Слушайте доктора Добрый день, это действительно программа Слушайте доктора и мы выходим в прямом эфире У микрофона работает Светлана Занько и я сразу представлю наших гостей Это Сергей Бакин, заместитель главного врача по хирургии Кировской областной клинической больницы Сергей Анатольевич, здравствуйте Добрый день Елена Заколата, заведующая гинекологическим отделением областной больницы Кировской области Здравствуйте, так скажем, Елена Владимировна, здравствуйте Здравствуйте И Сергей Суслопаров, врач-хирург И вот это я не произнесу Рентгена Рентгенандоваскулярной диагностики и лечения Вот, Сергей Васильевич, спасибо за помощь потому что мне не произнести этого названия Добрый день Повод у нас сегодня прекрасный для того, чтобы провести эту программу Я буквально вчера в фейсбуке заместителя, представителя правительства по социальному блоку Дмитрия Александровича Кордюмова увидела сообщение И оно меня очень порадовало Я сразу же ему написала Давайте делать эфир Давайте расскажем нашим слушателям Что у нас в областной больнице Теперь можно То есть делают уже, проводят Внутрисосудистые органы Сохраняющие операции при лечении Доброкачественной опухоли матки Миомы И когда такие новости приходят Ну вот ты не можешь не радоваться Потому что ты понимаешь, насколько это важно Потому что Тут еще такая вещь В миоме самое главное Для тех женщин, которые когда-то там проходили эти операции Они это понимают хорошо И они тоже порадуются за тех, кому теперь такая помощь доступна Во-первых, органы сохраняющие операции Говорят о том, что сохраняется репродуктивная функция То есть все Миома Это уже не крест На то, чтобы иметь детей И как вот здесь не порадоваться на самом деле Теперь после такого эмоционального представления Мы с вами расскажем о том Действительно, что сейчас в областной больнице доступно И что такое миома И как проходят операции Я, наверное, прежде всего к Сергею Анатольевичу Обращусь Потому что вот до эфира Вы с Еленой Владимировной обсуждали Что первые пациенты А их пять Да Уже сегодня выписаны Да, последнюю пациентку выписали вчера Чувствуют они себя неплохо Эффект от проведенной операции Мы сможем отследить через 3, 6 и 9 месяцев Но на данный момент В принципе все прошло по запланированному плану Эти пять человек Это пациенты областной больницы Они из районов, из Кирова Откуда они? Ну, три пациента из области И две жительницы города Кирова Расскажите про них немного То есть нам не надо называть имена и фамилии Но какого это возраста женщины Да И как они поступили с конкретным диагнозом Или в процессе уже в областной больнице Этот диагноз поставили Елена Владимировна Больные возраст этих больных От 38 до 50 лет Они наблюдались по миоме матки И в общем-то только одна из них была диагностирована И подготовлена к операции во время поступления Она поступала на обширную полостную операцию А остальные больные готовились к эмболизации маточных артерий И вот 35-50 лет, это важно Мы смотрим, уже у нас какая-то выявляется категория И мы поговорим сегодня, конечно же, еще о причинах И о возрастных особенностях, связанных с этим заболеванием А сейчас вернемся к самой операции Что значит, нужно людям объяснить Что значит внутрисосудистая, органосохраняющая операция При миоме матки Что она в себя включает И давайте с этого начнем А потом расскажем, почему она сейчас стала доступна в областной больнице Кто? Сергей Васильевич Врач-хирург Значит, пациентка попадает на операцию обычно в день госпитализации Операция делается в специальной рентгеноперационной Где имеется ангиографический комплекс И мы видим сосуды, непосредственно саму миому матку на экране Прямо в момент операции? Прямо в момент операции Операция делается через прокол на ведре в паховой области Вводится специальная трубочка диаметром примерно 1 мм И под контролем рентгена Специальный катетер попадает сначала в левую, потом в правую артерию И мы вводим эмболизирующее вещество Оно представляет из себя жидкость В которой есть специальные, можно сказать, из медицинского пластика шарики Определенного размера Они от 100 до 1000 микрон Мы вводим их в веточки маточной артерии Непосредственно левой и правой И они прекращают кровоток в самой миоме И мы это видим непосредственно на контроле То есть вводим контрастное вещество И смотрим, что у нас миома уже не заполняется Операция может длиться от 15 минут до часа В среднем полчаса И эти шарики там остаются? И блокируют рост миомы? Миома преобразуется в соединительную ткань И уменьшает свой размер от 40 до 80% Чудеса медицины Проблема Самая большая проблема миомы матки Это ее объем То есть она сдавливает соседние органы Миома уменьшается Обычно через 9 месяцев Мы уже можем конкретно говорить об эффекте На сколько процентов снизился объем матки Вот поэтому Сергей Анатольевич говорил Что контрольные реперные точки есть Когда вы отслеживаете пациенток А пациентки, которые сейчас прошли операции Они будут консультироваться в областной больнице Или уже на местах? Ну, я думаю, что первых вот этих пациенток Так как они действительно были у нас первые Они придут на консультацию в поликлинику Кировской областной клинической больницы И там врач гинеколог будет их отслеживать УЗИ также проведем в нас в больнице И мы будем смотреть эффект От вот этой первой операции Которую у нас провели Еще раз внимание Жители Кировской области Не только Кировской области В нашей областной больнице Теперь доступны внутрисосудистые Органосохраняющие операции Премиоми матки И это важно услышать всем Сергей Васильевич Я вот еще хотела какую вещь у вас спросить По поводу непосредственно По поводу непосредственно Вот этих женщин Которые сейчас были прооперированы Во-первых, вы сказали Что берете их на операцию Прямо в день поступления Мы сейчас не сказали А сколько дней, собственно говоря На реабилитацию человека Вот от 15 минут до часа идет операция Дальше, куда пациент поступает И когда выписывается В принципе, пациентка может быть выписана На следующий день Но пока, я думаю, что мы будем их держать Минимум 3-4 дня Для наблюдения Будем наблюдать Ну да, то есть Можно их оперировать в этот же день Иногда мы будем смотреть Есть ли какие-то Для, наверное, утверждения диагноза Нам нужны какие-то дополнительные методы Какие-то лабораторные Показатели нас не будут устраивать Да, мы, скорее всего Таких пациенток будем оперировать На следующий день Если, в принципе, у нее все хорошо Она представила нам Удовлетворительные анализы Ультразвуковое исследование Не вызывает у гинекологов сомнения Да, потому что решение Об оперативном мешате Принимается, скажем так Совместно Рентгендоваскулярными хирургами И гинекологами Если у них сомнений нет Все хорошо Мы можем прямо в день операции В день поступления провести операцию Если есть какие-то сомнения Нужны дополнительные методы Да, то на следующий день И 3-4 дня Ну, опять же Будет опыт Будет большое количество Таких пациентов Накоплено Мы будем уже понимать Какой опасный период Нам нужно наблюдать Да, чтобы минимизировать Какие-либо осложнения В послеоперационном периоде И уже сделаем для себя Определенные выводы Но на данный момент У нас пациентки Выписаны на 4-5 день Вот так примерно Это программа Слушайте доктора И у нас в гостях Специалисты областной Клинической больницы Елена Владимировна Должны ли быть Какие-то показания Ну, то есть Не все, наверное Виды миомы Могут быть прооперированы Вот так С помощью Да Да, конечно Показания определяет Консилиум гинекологов Поэтому Все выбираются Определенные женщины Это делается Не по желанию больной А это делается По совместному Коллегиальному решению Гинекологов Какие именно Какая именно Должна быть миома Чтобы она подходила Для такой операции Вы знаете Она, конечно Не должна быть Огромных размеров Они бывают До килограмма Я читала Они бывают И до 3 килограммов Потому что Огромные размеры Потом все равно Придется оперировать Но может быть Уже с меньшей кровопотерей Это небольшая миома Она не должна быть Внутренним узлом Который может потом Просто родиться Как ребенок В результате омертвения Это миома Интерстициальная То есть Наружно Поверхностные узлы То есть Если мы представляем Себе матку То есть Узел должен находиться В полости матки В полости матки Он может потом родиться Некротизироваться Он в структуре Самой матки А В стенках Да В стенках матки Тогда Да И еще бы мне хотелось Остановиться Об аденомиозе Есть такое заболевание Когда У много рожавших женщин Пенешек Какие-то операции Наступают кровотечения Матка Абсолютно бывает Нормальных размеров Но Вот это вот Кровопотери Снижение гемоглобина Лишает ее работоспособности Я считаю Что это будет Одно из основных Показаний Комболизации Маточных артерий Для того Чтобы уменьшить Кровопотерю И еще Очень важный аспект Но к сожалению У нас нет Родильного отделения Вы все знаете Что Многие роды Ну сейчас Особенно сопровождаются Большой кровопотери Патология плаценты Предлежание Отслойка плаценты Сейчас идет Перевязывание Маточных артерий Хирургическим путем При кесаревом сечении Бывают кровопотери И вот Если бы Может быть Это в перспективе В внедрении Этого метода Для того Чтобы именно У молодых Рожавших женщин Оставить шанс Еще раз Родить ребенка И не лишить ее органа Пришло время Рассказать о самом заболевании Что такое Миома матки Кто за это возьмется Коллеги Елена Владимировна Давайте Продолжайте Миома матки Это доброкачественное Это не злокачественное Заболевание Злокачественное Конечно Кроме одного Вот нам рассказали Рак шейки матки Можно эмболизировать Со специальным Химическим Препаратом Для того Чтобы Прекратить Распространение Рака шейки матки Серьезно? Да Нам говорил профессор Приезжающий Из Нижнего Новгорода Они там это делают Миома матки Является Доброкачественным Заболеванием И заболеванием Молодых женщин Пик миомы Конечно достигает Как я говорю К переходному Периоду Женщина Это 45 лет Когда она Из молодости Начинает Переходить В зрелость Вот тогда Идет Обширный Рост Миомы Идут Кровотечения Но к сожалению Миома матки Молодеет И старые Акушеры Говорили Такая была Прекрасная Пословица Если женщина К 30 годам Не рожает Ребенка То она Рожает Миома матки Раньше Когда Много рожавшие Женщины У старых Акушеров Вообще Не было Понятия Миома матки А сейчас К сожалению Роды Количество Родов Снижается Поздние роды Вот мы начали с вами уже говорить о причинах этого заболевания Давайте тогда будем их перечислять Поздние роды Еще Аборты Так Гормональные Гормональные сбои Гормональные сбои Да Противозачаточные препараты Они не являются противопоказанием Они боли Сейчас от них Наибольшее осложнение Это тромбозы Мы очень много имеем тромбозов Даже тромбом боли На фоне приема гормональных препаратов Они считаются Что как бы Немножко приостанавливают Рост миомы Потому что они Не дают яичникам Овулировать Они их сдерживают Как тоже говорили Как маринованные огурчики В банке Так сохраняются яичники А вот тромбозы И тромбозы Маточных вен Тромбоз малого таза Тромбозы Нижних конечностей Конечно Это последствия приема препаратов При следствии гормональных препаратов Давайте мы вернемся К причислению причин миомы Я вот вижу Естественно там в интернете Я вижу что Стрессы Тяжелая физическая работа Могут провоцировать миому Хронические инфекционные заболевания Пишут Говорит мне интернет Заболевания энтокринных желез Щитовидные в особенности Нарушение жирового обмена в организме Ожирение Это все правда? Вот в отношении интернета Мне хотелось бы сказать Это конечно ожирение Нарушение обменных процессов А тяжелая физическая работа Вы знаете Вот пожилые женщины Которые у нас сейчас лежат У них к сожалению Только опущение половых органов Это те кто всю жизнь Проработали на тяжелом сельском труде А психоэмоциональные срывы У современных женщин Вот я думаю что это да Это да А вот при ожирении Я себе представляю Наверное может быть Женщины страдающие Избыточным весом Не сразу обращают внимание На какие-то изменения В том числе и внутренние Да И вот я считаю Что ожирение Будет являться одним из показаний Потому что Прооперировать женщину С избыточной массой Намного тяжелее Одним из показаний Для того чтобы проводить Эмболизацию Потому что Все знают Что конечно Могут быть осложнения Вплоть до нагноения Операционной раны У полных женщин Поэтому эмболизация Если проводить Просто оперативные лечения Классическую операцию А наследственный фактор Играет ли какую-то роль В образовании миома Да Наследственный фактор играет Если у матери есть То конечно и у дочери Наверное Надо будет ждать Все таки конечно Или не обязательно Скорее всего Ну скорее всего Но я еще раз подчеркиваю Что самый главный фактор Это деторождение Потому что Как говорят Прогестерон Который вырабатывается При беременности Или гормон желтого тела Он лечит все Он лечит и миому Он лечит и раки Он лечит нарушения Менструального цикла То что положено Женщине рожать И кормить грудью Это должно быть Это в нашей природе Заложено Да Но это да Это если мы говорим О возрасте 30 лет О котором вы упомянули Елена Владимировна Мы видим что пик Вы сами об этом рассказываете Пик к 45 годам Когда заканчиваются Месячные циклы У многих начинается Переходный период Гормональный Переходный период Предклимактерический период И прочее Эти женщины Для того чтобы Избежать Или застать миому На начальных стадиях Вот что вы им посоветуете Как они должны себя вести Конечно же Обязательно проходить Диспансеризацию Обязательно Те запущенные Огромные миомы Которые мы получаем Из области Они 5 лет не были Некоторые 10 лет То есть вызывает Это в общем-то Очень неприятное ощущение Проходить У всех есть врачи Даже в районах Там где нет врачей Есть акушерки Раз в год УЗИ И осмотр Обязательно Гинекологический осмотр Осмотр молочных желез Взятие маска на цитологию С шейки матки То есть это все должно быть Обязательно И УЗИ Последствия Какие могут быть При перенесении Этого заболевания От самых легких Пожалуйста До самых тяжелых Ну самое тяжелое Я считаю При миоме Вот при Оперативном лечении Это конечно Ну отсутствие потом Ребенка Если это будет Радикальная операция Удаляется матка Да Если есть показания Но и проводится И консервативная Миомактомия То есть вылучиваются узлы Можно узлы вылучивать После проведения Эмболизации Предварительной Маточных артерий Когда они как бы Сморщиваются И тогда их вылучить И оставить до матку У нас есть очень много случаев Рождения детей После консервативной Миомактомии Миома может пройти легче Или она может Например Вообще пройти Ну вообще Она не пройдет Не исчезнет Ни при каких условиях Не исчезнет Ни при каких обстоятельствах Но она может Уменьшиться в размерах И так Коллеги Я смотрю по статистике Она разнится Вот показания Которые дает мне Тоже интернет Различные сайты По статистике Заболевания Миомами От 25% Среди всех Гинекологических Заболеваний До 70% А реально Какая картина Я думаю Каждая третья женщина Каждая третья женщина У нас тем более Оперативная гинекология В общем-то считается Поэтому у нас Да Операции идут В основном по Миоме Это в областной Больнице В областной больнице А по статистике Что нам говорят В Кировской области Как с Миомой обстоят дела Я думаю Что где-то 45% 45% Женщин Половина женщин Имеет Миому Половина женщин Имеет Миому Ну и еще раз Мы это не сказали Что такое Миома Это одна клеточка Да Одна клеточка Мутирует Меняется Да И превращается В соединительную ткань В Миоматоз В мышечную ткань Матка Это мышечная ткань Все рожали Все представляют Что такое Это нужно С какой огромной силой Вытолкнуть ребенка Когда наступают роды Это должна иметь Только мышечная ткань Но тут появляется Соединительная ткань Плотная Фиброзная ткань Вот это будет Миома И она растет Растет с разной скоростью Мы говорили До эфира Сергеем Анатольевичем Что кто-то может 20 лет жить Миомой А у кого-то Очень быстро она развивается Это зависит От каких факторов От самой мутации Они разные От каких факторов Зависит скорость развития От возраста Да И от возраста Зависит И от причины формирования Стрессовая ситуация Как вы сказали Датчика Которая находится В постоянном Хроническом стрессе И от гормонального Фона И от предрасположенности Нельзя вот прям Выявить такие конкретные Причины Почему это образуется И почему рост Очень быстрый Да Но вот очень много Провоцирующих факторов Кто-то более-менее Действительно наблюдается И рост минимальный И вот действительно Как говорит Елена Владимировна Они уходят В глубокую старость Со своими Миомами А кто-то Видит потенциальный Прогрессирующий рост И здесь уже Надо принимать решение Я говорю Что сейчас вот у нас В больнице появилась Такая возможность Это малоинвазивная Хирургия Вот хотелось Как раз про больницу Сейчас поговорить Вот первых пять Пациенток Сегодня выписаны Напоминаю Кировская областная Клиническая больница Проводит теперь Внутрисосудистые Органосохраняющие Операции При лечении Доброкачественной Опухолематки Миомы Первые пять Пациенток Сегодня были Выписаны Из больницы Какой объем Операции Вы можете Выполнять Или может быть Планируете Выполнять Ну здесь Нужно сказать Так В принципе Вся вот эта Помощь Она оказывается У нас пациенткам Абсолютно Бесплатно При наличии Полис ОМС И объем Мы будем Выполнять Совместно По потребности То есть Как сказала Елена Владимировна Тут консилиум Врачей-гинекологов Отбирает этих пациентов Да И вот сказать Что прямо У нас какой-то План стоит Да Вот ребят Вот вам Десять пациенток Мы будем В месяц Оперировать И не более Нет Мы не можем Так сказать Да То есть По потребности А по возможностям Сколько врачей Подготовлено Для такой Для таких операций У нас Пропускная способность Операционная Да Ну вот смотрите У нас два Ангиографических Комплекса Да Которые Выполняют Свою Непосредственно Функцию Они работают 24 часа В сутки Потому что У нас региональные Сосудистые центры На них же И оказывается Помощь пациентам С болезнями Системы кровообращения В частности С острыми Инфарктами Инсультами И так далее Вот И в то же время Мы проводим Плановые Хирургические Вмешательства Вот Как Выполняет Сергей Васильевич Это Различные Стентирования Установка Электрокардиостимуляторов Однокамерных Двухкамерных И в то же время Вот Будем выполнять Такие вмешательства Вы слышали Что Длительность Такого вмешательства Составляет От 15 До час Соответственно Если Все Стандартно Если Все идет По плану То мы за час Можем сделать 4 таких операции Соответственно Потребность В день Мы можем За 2 часа Например Сделать 8 таких операций Но вы Слышали У Елены Владимировны Что есть Определенные Показания Вот И не все Женщины Будут Попадать Непосредственно Под эти Показания Я думаю Что Начнем работать Увидим И поймем Да Сколько Женщин Мы сможем Скольким Женщинам Мы сможем Оказать Такую Малоинвазивную Эндоваскулярную Помощь Поэтому Мы готовы Хирургов У нас На данный момент 6 6 хирургов Да То есть В этом году Придет еще Один Эндоваскулярный Хирург И в следующем Году Восьмой Хирург Придет То есть Ребята Будут работать У нас Они дежурят Круглые сутки Работают Да Так что В принципе Мы Готовимся К этому Да И помощь у нас Рассказывайте Сергей Анатольевич Вы увеличиваете Штат хирургов Нет Ну не то что мы Увеличим Штат хирургов У нас Количество Оказываем помощи Все растет Растет Да Президентом Российской Федерации Поставлена задача Снизить летальность От БСК Что такое БСК Это болезнь Система кровообращения Соответственно Чтобы снизить Мы должны Увеличить И что мы делаем Увеличиваем Оказываем Медицинскую помощь Населению Кировской области Ну в принципе И жителям Российской Федерации Потому что В рамках Медицинского туризма Вся медицинская помощь При наличии Полис ОМС У нас оказывается Бесплатно Вот я как раз Об этом хотела Поговорить тоже Про медицинский туризм На который Сейчас четкое направление Взяла Взяла наша область И развивает его В соседних регионах Такая помощь Оказывается В Тарстане Понятно да Оказывается К нам Приезжал на мастер-класс И наших Рентген-эндоваскулярных Хирургов Направлял На маленькие Тонкости Из Нижнего Новгорода Врач-специалист Вот Серегин Андрей Анатольевич Он Заведующий Отделением Рентген-эндоваскулярных Методов Диагностики И лечения У них Оказывается Такая помощь В принципе Ее оказывают Там где есть Рентген-ангиографический Комплекс Это Обязательное Условие В коме Ну вот в коме Такая помощь Не оказывается То есть Это наши потенциальные Да Это наши Потенциальные Пациенты У нас информация Размещена На сайте Они могут Ознакомиться Приехать И мы готовы Их принять Да Готовы оказать Такую помощь По электронной почте Они присылают Нам Свои результаты Специалисты Наши Отсматривают И говорят У вас есть все показания Мы вас ждем Приезжайте И эта помощь Вам будет оказана И я подчеркну Что эта помощь Оказывается Бесплатна Вы гражданин России У вас есть Полис ОМС Все Мы вас ждем Вот примерно так То есть Вот медицинский туризм Оказан на это Дать возможность Пациентам Получить эту помощь У нас Бесплатно Полис ОМС Все Вы наш пациент Вы уже как врачи Чувствуете Что туристы поехали? Да вы знаете Звонят больные Из Ямала Недавно больная Звонила Я думаю Такой богатый округ То есть больные Звонят И спрашивают И приезжают Да И приезжают Много москвичей приезжает С бесплодием Из Москвы Почему? Ну потому что Что в Москве Видимо там дороже Ну я еще скажу Сколько миллионов Живет в Москве Да И сколько у нас По крайней мере Могу сказать За нашу больницу За нашу клинику У нас высокоспециализированная клиника У нас профессионалы Своего дела Помощь у нас оказывается На очень высоком уровне Поэтому пациенты Близь лежащих регионов Которые получили у нас помощь Они друг с другом Обмениваются мнениями Они действительно Очень высокого мнения О нашей клинике Об отношении Медперсонала Вообще К пациенту О получении Вот этой К сожалению Не люблю Но в рамках нашего Времени Медицинской услуги Которую мы оказываем Хотя мой руководитель Всегда говорит Это искусство Врачевание Это искусство Услуга и искусство Да Абсолютно верно Вот Очень высокого класса Поэтому мы всех приглашаем И я еще раз повторю Что наличие полис ОМС И вы бесплатно И вот для них Для многих Это очень удивление Сколько стоит Ваша опера Я говорю Вы всю помощь Получите бесплатно А сколько ждать А у нас время ожидания Год А в некоторых два А у нас полгода Я говорю Пожалуйста Мы вас прооперируем Мы вас полечим В удобное для вас время Не верят Приезжают даже Многие приходят К нам в приемные Говорят Ребят Реально Вот вы как сказали Так и получилось Мы приехали Нас встретили Нас прооперировали Нас выписали Мы в шоке От такого сервиса От такого отношения От такого качества Оказываемой Медицинской помощи Мы просто в шоке Они всем своим знакомым Всем своим друзьям Ну так называемое Сарафанное радио Оно работает Да Оно прежде всего работает Ты начинаешь собирать мнения Ты хочешь посмотреть На опыт других людей И отношения же Это очень важно О чем вы говорите Сейчас мне понравилось Словосочетание Искусства Врачевания Потому что Отношение тоже Очень важно Я сейчас Про областную больницу Могу сказать Только несколько вещей Я давно там не была Просто я не знаю Как внутри все поменялось Правда Я была В старые времена Когда-то В областной больнице Я вижу Как она внешне меняется Как меняется Прилегающая территория Как она приобретает Современный вид Как она становится Как будто Чище Эта территория Просторнее Как-то светлее Современнее Я вижу сообщения И поэтому Большое желание Испытываю Всегда о них Рассказывать Как новые виды помощи И особенно Высокотехнологичной Помощи Появляется Областной больнице Потому что Это всегда Очень круто Просто Это замечательно Это значит Еще раз Что и женщины И мужчины Не только продляют Свои жизни Очень важно Они качество жизни Не теряют А вот с этим Большая проблема Была В прежние времена Теперь же Можно так говорить Потому что Качество жизни Это очень хорошо Это значит Что ты не становишься Инвалидом Ты не становишься В своем понимании Ущерб Потому что люди Впадают в депрессию И имеют психологические проблемы Когда возникает Одно дело Тебе удаляют матку Другое дело Ты с ней живешь Да еще и можешь рожать детей Это же прекрасно Поэтому Я теперь вас хочу спросить Про все-таки сервис Да Потому что Когда приезжают пациенты Они Окей Я получу Вот такую помощь Окей Она мне ничего не будет стоить Я не буду там доплачивать никуда Но Что вы можете сказать Про персонал Про коллектив Который Собственно говоря Все равно Обслуживает Этого пациента Ну Опять же Наверное Мне придется отвечать На этот вопрос Вот эти два доктора Которые передо мной Сидят Два врача Я прекрасно представляю Что это замечательные люди И кто будет смотреть нашу программу На сайте Hacker.ru Увидит Красивые Доброжелательные Лица Да И большие профессионалы Я их знаю У нас Наш руководитель Да Мой главный врач Делает все Для того Чтобы Было комфортно Пациентам Находиться В больнице То есть у нас Проводятся Ремонты Из современных Материалов Да То есть у нас Не забывайте Что есть Санитарно-эпидемическое Правило Режим То есть это все Должно обрабатываться С минимальным Количеством Бактерий И так далее И тому подобное Да Делаем ремонты Для того Чтобы было комфортно Пребывание Пациентов И врачей Потому что Две трети Наверное Своей жизни Наши врачи Проводят на работе Они дежурят Они работают Но без пафоса Они спасают Жизни людям Коллектив у нас Вот действительно Замечательный Люди у нас Великолепные Они настоящие Профессионалы Своего дела У вас же есть Школа медсестер Я знаю Вот Да Средний Медицинский персонал Просто замечательный Они все отзывчивые Они профессиональные Они великолепно Знающие Своё дело Врачи Точно так же Ребята Действительно Иногда делают Чудеса Вроде бы Ты думаешь Что чудес Не бывает А вот Оно где-то здесь И где-то рядом И вот такое чудо Произошло на этой неделе С пятью пациентками Кировской областной Клинической больницы Они получили Первыми Получили Внутрисосудистые Органно-сохраняющие Операции Для лечения Миомы матки Сегодня выписаны Мы сегодня же Встречаемся Это прямой эфир И рассказываем Что теперь такая помощь доступна По показаниям Любому человеку Любой женщине В Кировской области И за её пределами Если они сюда приедут Да И абсолютно бесплатно По полюсу ОМС Я благодарю наших гостей Сергей Бакин Заместитель главного врача По хирургии Кировской областной Клинической больницы Был у нас в гостях Елена Закалата Заведующая гинекологическим отделением Этой больницы И Сергей Суслопаров Собственно говоря Хирург Который такие операции проводит Благодарю вас Хорошего всем дня И пускай Областная больница И дальше нас радует Этими замечательными чудесами Спасибо И искусством врачевания Спасибо Спасибо Слушайте доктора Имеется противопоказание Проконсультируйтесь у специалиста